Итак, сегодня мы будем говорить об одном из секторов российской экономики, от которого во многом зависит развитие ситуации на экономическом поле России, иными словами, о российском фондовом рынке ценных бумаг. И нашим совеседником будет человек, который в силу специфики своей работы должен знать о рынке ценных бумаг все. Это Игорь Владимирович Костиков. Не секрет, что в странах, которые мы привыкли называть цивилизованными, от развития фондового рынка во многом зависит и нормальная институционная составляющая страны, и, как следствие, финансовая благополучность граждан. В России в начале экономических реформ дело обставило немножко по-другому. В силу объективных и субъективных причин фондовый рынок не выполнял те экономические задачи, которые он должен был бы выполнять. Сейчас ситуация начинает меняться. Создается законодательная база, и уже много в этой сфере сделано. Начата реформа корпоративного управления. И вот основные темы, которые мы сегодня будем обсуждать с Игорем Владимировичем Костиковым. Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Итак, какие основные цели и задачи предстоящей конференции? Всероссийская конференция участников фондового рынка, которая пройдет с 17 по 19 октября в этом году, посвящена главной теме, это роли фондового рынка в экономическом развитии страны. В инвестициях в российскую экономику и в том, каким образом эти инвестиции позволят повысить благосостояние российского населения, позволят сбережениям российского населения участвовать в фондовом рынке. Какие вопросы вы планируете обсудить во время этой конференции? Что самое важное? Ну вот, наверное, тот вопрос, который я сказал, это роль фондового рынка в экономическом росте. Это, наверное, самый главный вопрос, поскольку мы много времени посвятили обсуждению технических проблем фондового рынка, развитию его регулирования. И как-то эта главная проблема оставалась за, скажем, скобками обсуждений. Но, наверное, настал тот момент сегодня, когда мы должны для себя обсудить, каким образом фондовый рынок будет участвовать в инвестициях в российскую экономику, что этому мешает и что мы должны сделать, чтобы эти преграды были сняты. Как вы сейчас оцениваете состояние дел на фондовом рынке ценных бумаг в России? И можно ли сейчас говорить о том, что этот рынок стал более цивилизованным и открытым? Да, конечно. Безусловно, если мы вернемся на 3, 4, 5, 7 лет назад, а у нас есть даже точная дата, когда у нас появился в стране фондовый рынок. Когда? 19 июня 1990 года, когда еще советское правительство приняло решение о выпуске акций, создании акционерных обществ и общества граничной ответственности. Эта дата известна. То первое время у нас фондовый рынок практически не развивался. С приходом приватизации задача фондового рынка это было обслуживание приватизацией. И только после печальных для нашей страны событий 1997-1998 года мы обратились к тому, что нужно создавать современную инфраструктуру регулирования фондового рынка, которая бы обеспечила переход сбережения населения в экономический рост. И вот этим мы сегодняшний день занимаемся. Одна из главных проблем это прозрачность и понятность фондового рынка для всех его участников. Здесь сделано тоже многое, но много еще предстоит обсудить, многое предстоит сделать. В последние годы была значительно обновлена законодательная база, которая регулирует отношения на фондовом рынке. Вы довольны тем, как сейчас обстоят дела в этой сфере? Или вы считаете, что еще нужны какие-то законодательные акты, законы нужны для того, чтобы сделать работу фондового рынка более правильной, открытой и цивилизованной? Конечно, очень важно было то, что за последние годы была проведена корпоративная реформа. Это касается изменений в закон об акционерных обществах, это введение кодекса корпоративного поведения. Это очень сложное название, но на самом деле мы говорим о том, что каждый человек, который вкладывает в компанию, должен знать, чем занимается эта компания. Он должен знать, какие прибыли получает эта компания и какие дивиденды эта компания будет инвесторам выплачивать. Кроме всего прочего, если ему не нравится что-то в деятельности компании, он должен иметь право высказать это менеджменту на годовом собрании акционеров. Если не принимается во внимание его точка зрения, он должен тогда голосовать, как обычно голосуют акционеры, просто продавая акции. Но он раз в год только может выступать с каким-то протестом, скажем? Раз в год он может с другими акционерами пытаться собрать не очередные годовые собрания, но здесь механизм очень простой. Есть прозрачность, есть отчетность акционерных обществ перед акционерами, она доступна на сегодняшний день на российском фондовом рынке. Если акционеру что-то не нравится, то весь мир на сегодняшний день голосует на фондовом рынке одним способом, продает акции. А каким образом идет работа по внедрению кодекса корпоративного поведения? И может ли государство каким-то образом влиять на повышение качества корпоративного управления, например, в компании? Безусловно, и надо отдать должное то, что и правительство, и Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг уделили очень много времени за последние два года работе с бизнесом для того, чтобы провести идею корпоративного поведения в бизнес. И надо сказать, что наш российский бизнес активно на это откликнулся. Ведущие российские компании на сегодняшний день приняли международную норму корпоративного поведения. А, собственно говоря, о чем мы говорим? Корпоративное поведение то, как должен себя вести менеджер, какова роль комитета по аудиту и ревизионной комиссии, каким образом контролируется расходование средств в компании, каким образом утверждается бизнес-план. И вот о чем идет речь. То есть то, как должна работать акционерная компания, поскольку собственники этой акционерной компании простые акционеры. И роль совета директоров должна быть определена, которая защищает интересы простых акционеров в ежедневной работе с менеджментом. Вот готовы ли российские компании к тому, чтобы принять именно международные стандарты? Ведь у них все прозрачно и открыто, а в России, ну я не говорю обо всех, но, наверное, есть компании, которые с удовольствием бы остались в тени. Тут есть определенные особенности. В России есть история бухгалтерского учета, и российские компании работают в системе российского бухгалтерского учета, который не соответствует международным стандартам. Но, наверное, на сегодняшний день многим российским инвесторам он гораздо более ясен и понятен. Но перспектива — это перевод российских компаний на международные стандарты. Вы, наверное, слышали, что премьер-министр уже заявил о том, что с 1 января 2004 года все российские акционерные общества должны будут перейти на новые стандарты финансовой отчетности. Есть тут еще одна особенность — это то, что финансовая отчетность распадается на то, что представляется и то, в какой форме представляется. То есть, когда мы говорим о сроках и видах отчетности, то на сегодняшний день можно сказать, что раскрытие российскими акционерными обществами информации о своей деятельности соответствует тому, что мы видим на Западе. Одна проблема опять та же самая, с которой мы начали — это международные стандарты финансовой отчетности. В последнее время финансовый рынок США потрясают такие скандалы. И многие эксперты склоняются к тому, что все-таки проблемы, которые возникают на фондовом рынке США, в основном первые из-за несоблюдения норм корпоративного управления и некачественных аудиторских проверок. Вот так ли это, по вашему мнению? И что делает ваша комиссия для того, чтобы в России подобных проблем не было? — Это, безусловно, так. Это уже исторический факт. И на сегодняшний день американские власти вынуждены принимать очень серьезные меры для того, чтобы бороться. Поскольку, вы видите, скандалы возникают буквально каждую неделю или через неделю на американском рынке. И это никак не способствует улучшению ситуации финансов. — И непогрешимые, казалось бы, раньше фирмы, да, оказываются? — Абсолютно. Причем, когда Россия два года назад начала свой путь по улучшению корпоративного управления, то нам внушали то, что Соединенные Штаты — это абсолютный пример, к которому нам никогда не приблизиться. Сегодня произошла определенная переоценка ценностей. И сегодня уже говорят, да, за два года Россия, наверное, прошла такой путь по совершенству корпоративного управления, как в регулятивной части, так и в части применения корпоративного управления непосредственно в компаниях. Ведь огромное количество российских компаний следует теперь кодексу корпоративного поведения, который никто не рассчитывал. И поэтому мы даже слышим шутки такие, что если бы российский кодекс корпоративного поведения американцы приняли год назад, то, возможно, не было бы на ровно. — Ну вот такой момент. Вот приходит менеджер, например, в компанию, да? И ему что, сразу вот так дают кодекс этого корпоративного поведения? Он должен его прочитать и подписать как вот к исполнению, да? И любое нарушение карается. Это так, да? — На самом деле это все, конечно, не так. Кодекс — это собрание норм корпоративного поведения, и они, в первую очередь, отражены в уставе компании, в решениях совета директоров. То есть, каким образом уже пришел менеджер в компанию, уже регулируется кодексом корпоративного поведения. Потому что совет директоров должен его избрать, он должен его предложить акционерам, и акционеры должны принять решение о том, что они избрали этого и доверяют этому менеджеру. Потому что, когда мы говорим о менеджере компании, он мало чем отличается от управляющего активами. Фактически ведь акционеры доверяют свои средства менеджеру, чтобы он ими управлял в целях развития данного бизнеса и приносил им прибыль. Вот главная задача, которая стоит перед менеджером. Если мы имеем довольно серьезное регулирование для управляющих компаний, которые управляют активами частных лиц, то, естественно, мы рассчитываем, что должно быть и регулирование для менеджеров, и ответственность совета директоров, которые представляют акционеров в этом процессе, в ходе управления акционерным обществом. КОНЕЦ